Безработица, экономическая динамика и предвыборная компания в Соединенных Штатах. Июль стал рекордным месяцем по количеству открытых рабочих мест. В прошлом месяце на американском рынке труда появилось больше вакансий, чем во всех других предыдущих с начала года. Эксперты полагают, что эта динамика положительно сказалась на росте биржевых котировок. Индекс Dow Jones закрыл неделю полуторопопроцентным ростом, аналогично с основным европейским фондовым рынком. Но, несмотря на такие результаты, в течение июля ситуация с безработицей в США не улучшилась. Напротив, президент Барак Обама назвал текущий уровень безработицы повышенным. Его соперник Митромник, как и ожидалось, раскритиковал Обаму. Кандидат президента от республиканцев назвал июльские данные по безработице ударом молотком по среднему классу. Мы создали в июле 172 тысячи новых рабочих мест. А в целом получается больше миллиона новых рабочих мест за весь год. Это означает, что наши граждане – друзья, соседи, которые искали работу, смогут обеспечить себе стабильное будущее. Однако остается еще много безработных. Предстоит сделать многое, чтобы удовлетворить их требования. В этой ситуации мы не можем увеличить налоги для среднего класса, который все еще не оправился от удара, нанесенного экономическим кризисом. Восстановление экономики начинается с восстановления среднего класса. Сегодня мы получили новые данные по безработице, и это еще один удар молотком по среднему классу. Это не просто статистика, это реальные люди, которые нуждаются. Политика президента Обамы не смогла обеспечить их рабочими местами, но это сделаю я. Я верну всем гражданам нашей страны работу и надежду на будущее. Продолжение следует...